Однажды Виталия, образцовую мать семейства, люди стали вдруг звать ведьмой. А еще маловаршей пирожницей, хотя зарабатывала она на торговле старином. Одни считают ее сумасшедшей маньячкой, другие продуманной мошенницей. Единственное, в чем согласны все, что ее материнский инстинкт не знал никаких пределов и граничил с безумием. Сама же она считала себя просто правильной матерью. И боюсь, кое-кто в этом с ней согласится. Ведь найдется немало людей, кто думает, что если речь заходит о защите детей, любые средства хороши. Посмотрев это видео, вы сможете сами решить, кем же была Леонардо Чинчули, женщина, кормившая замешанными на человечьей крови пирожными своих детей. И ради них готовая расстаться не только со свободой, но и с жизнью. Однажды в Италии. Существует две истории жизни Леонардо Чинчули, больше известной как маловаршей Скоррэджа. Одна, рассказанная ею самой в долгих беседах со следователями, психиатрами и мемуарах. И вторая, та, которая есть хоть какие-то доказательства, кроме слов обвиняемой. Они довольно сильно отличаются, но надо признать, первый вариант интересует публику гораздо больше. Но еще бы, протоколы о ней есть протоколы, скукота. А вот версия Чинчули заслушаешься. Тут тебе и приключения, и триллер, мелодрама с трагедией, мистика с ужастиком. Все в одном котле. Котел, кстати, у маловарши был огромный. Но не будем забегать вперед, этой истории по порядку расхлебать непросто. Леонардо Чинчули для своих попроще Нардино или Нарина родилась в 1894 году в деревне в долине Ирпинья на юге Италии. Ее отец Марио Чинчули был скотоводом, а мать – то ли Серафина Морана, то ли Эмилия Динольфи, но по-любому аристократка. Ну да, аристократка на селе с простолюдином, а вы что, сомневаетесь? Ну так вот вам тогда история. Юная красавица училась в колледже при монастыре. Потом похищение, изнасилование, беременность и вынужденный брак. Дочку Леонарду, родившуюся в результате, мать возненавидела, потом овдовела и уже с двумя детьми вышла замуж, а куда деваться за скотовода. Детей в итоге у нее родилось шестеро, Леонарда младшая. Да, одновременный первый ребенок в семье и шестой, а что такого? В этой истории концы вообще редко сходятся так, что привыкайте. Так вот, отца девочка обожала, он был хороший, жестокий, бил, бил, не любил и, к огромному сожалению, Нардины рано умер. Отчим был еще хуже. Или это скотовод и был отчим, а не важно. Важно, что мать у бедняжки была хуже мачехи. Холодная, жесткая, умная. Тоже Билла не любила, попрекала куском хлеба и самим фактом рождения. Так что семьей Нарины были только ее куклы. Девочка часто болела, страдала эпилептическими припадками, чувствовала себя одинокой и глубоко несчастной. Даже несколько раз пыталась покончить с собой, но все неудачно. Один раз из петли ее успели вынуть, второй раз веревка оборвалась. Проглатывание косточки отливчика и кусочков стекла не имело никаких последствий. А мать, вот же ведьма, только вслух жалела, что дочь выжила, а потом и вовсе ее прокляла. Тоже история, мать сосватывала Леонарду за кузена, а то возьми да и сорвись цепи. Влюбилась в другого, против воли родителей пошла за него замуж. И вот вместе со свадебным флёртом оранжем на голову невесты легло материнское проклятие. В комплект, которому еще и цыганка нагадала, тюрьму и смерть потомства. Так что куда бедной девушке деваться, пришлось сыграть на опережение и совершить мелкую кражу, чтобы развязаться ну хотя бы с тюрьмой. Ну а дети? Прошу обратить внимание, сеньоры судьи, я очень хотела детей, я родила их 17, 13 умерло, а если бы не обряды, которые я провела вообще, не выжил бы никто. Прежде чем говорить об обрядах, напомню, все, что вы уже услышали, известно только по рассказам самой Чинчули. И хотя совсем уж неправдоподобные детали выброшены, даже в том, что осталось, многое вызывает сомнения. Если принимать во внимание только факты, подтвержденные документами или хотя бы другими свидетелями, картинка складывается несколько иная. Первый раз полиция обратила внимание на Леонарду Чинчули, когда ей было 14, она занималась проституцией. То ли по принуждению матери, то ли просто с согласия, но дочкиными заработками якобы аристократка не бресговала. Впервые в тюрьме Леонарда оказалась едва совершеннолетней на три дня по смешному приговору за кражу растений. Якобы нарочно ломилась за решетку, лишь бы развязаться с предсказанием. Верится с трудом, разве что большая компания, вместе с которой они и попались, ходила к одной и той же гадалке. Да и на достигнутом жертва суеверия не остановилась. В послужном списке есть и нападение с ножом, и мошенничество мелкое не очень. Замуж Леонарда Чинчули вышла в 23 года, то есть довольно поздно по тем временам. Из-за нудного клерка, меньше всего похожего на разбивателя сердец. Ну да будем считать, что это тот случай, когда любовь зла. Довольно скоро новообрачная получает полгода тюрьмы. Дело гнилое. Представившись медсестрой, Чинчули внушила матери погибшего на фронте, что тот на самом деле в плену и обещала вызволить его за деньги. К счастью, муж бедной женщины раскусил аферистку и написал заявление в полицию. Можно только догадываться, сколько подобных эпизодов осталось за кадром, но к 32 годам судимость Юнарины уже 3. Последнее за то, что выманила у подруги 30 тысяч лир. Говорит, не корысти ради и вообще взаймы, чтобы заплатить ведьме за ритуалы во спасение детей, один за одним умирающих из-за проклятия. Потому что смотри выше, 17 беременностей, 3 выкидыша, 10 умерло в владенчестве, и если бы она не заказала колдовство... Секундочку, синьора Чинчули. Старший из ваших выживших детей родился в 19-м году, а деньги вы одолжили в 26-м, и у вас к тому времени было уже трое мальчиков, выросших из колыбели явно до вашего обращения за платным ритуалом. Впрочем, слушая рассказы этой дамы, даже специалисты далеко не всегда могут понять, где она врет, а где и сама верит в то, что говорит. Обычно принимают за правду, что у нее было 17 беременностей, но если подумать, кто их считал? Все и всегда знающие соседи на этот раз не в курсе. Семья несколько раз переезжала, убегая от дурной славы мошенницы и женщины легкого поведения. Ни о каком учете на ранних сроках и вообще наблюдения у гинеколога тогда и речи не было. Так что все сведения о потерянных детях только со слов синьоры, чей фирменный стиль преувеличивает свою пользу. Сама Чинчули говорит, что последней ее беременностью была дочь Норма в 1934 году. Даже если предположить, что мать-героиня рожала беспрерывно с самого замужества, не делая паузы в тюрьме, все равно едва укладываемся. Да еще и цифра символическая – 17. По мнению итальянцев, приносит несчастье. В 16 или даже 18 лично мне поверить было бы куда легче, а так все тот же мистический роман, роковые числа, проклятия, предсказания. Сеньора Леонардо это любит, гадает за деньги на обычных картах и таро, интересуется магией, оккультизмом и прочей хиромантией. Во время землетрясения 1930-го никто из членов ее семьи не пострадал. То ли эзотерика помогла, то ли, как и всем остальным, счастливая случайность. Толчки пришлись на время обмолота зерна, многие были в полях. Так что процент погибших по магнитуде почти в 7 баллов относительно небольшой, хотя разрушений было очень много. Опять-таки считается, что дом нашей героини рухнул. И опять-таки, какой дом, если они без конца переезжают и живут по съемным углам. А впрочем, это я уже придираюсь, действительно, вряд ли в пострадавшей зоне можно было тогда найти жилье. Так что отъезд на север Италии в регион Эмильи Романя вполне логичен. Здесь Леонардо Чинчули буквально расправляет крылья. Репутация нечистой на руку хабалки и мошенницы осталась позади. А в Каредже, где поселилось семейство, она уважаемая сеньора. Гостеприимная, открытая и обаятельная. Ну, разве что несколько экстравагантная. Да и жизнь на новом месте складывается удачно. Северяне хоть и называют южан пренебрежительно, террони-земельщики, но помогают пострадавшим от стихии всем, чем могут. Кто едой поделится, кто одеждой, кто мебелью и утварью. Кое-что Леонардо даже продает. А потом и вовсе заводит бизнес по торговле БУ. Казалось бы, особо не разживешься. Но то ли у нашей Нарины такой талант продавца, то ли есть еще какие-то доходы. Как бы то ни было, семейство процветает. Хватает и мужину дорогие сигареты, и ежедневное кино с выпивкой. И детям на учебу, и самой Леонарде, чтобы снять, наконец, приличный дом с кухней своей мечты и даже нанять прислугу. Во-первых, для статуса. Во-вторых, одной просто не управиться. Мужчин привлекать в хозяйство не принято. Единственная дочь совсем еще малышка, а дом Леонардо ведет в лучших итальянских традициях. На плите постоянно чем-то булькает огромный котел, дети носятся вокруг, а за столом очередная гостья угощается кофе с самодельными пирожными. Выпечка у синьоры Чинчули, надо сказать, отменная, как у профессионального кондитера. И всегда свежая. Хлебосольная хозяйка угощает всю округу. Ну а под десертик и погадать можно и прибарахлиться по случаю. Отказываться после такого радушного приема уже как-то неловко. Да и берет Леонардо недорого, и все с прибауткой, с улыбочкой, со вниманием, да с добрым советом. Короче, люди к ней тянутся, некоторые даже как-то слишком, будто под гипнозом. А кое-кто и наоборот очень невысокое мнение о семействе. Многие зовут их уже не Террони, а Бриганти, разбойники. Наверное, из-за матери Атаманши, которая кидается в драку за своих детей, а чужим, чтобы не смели обижать ее кровиночек, в открытую угрожает. За детей Нординой впрямь порвет, особенно за старшего Джузеппе. Любимого, обожаемого, лучшего в мире Пеппина. Предмет законной гордости матери и черной зависти всех остальных. Красавец, умница, учится в университете в Милане и тоже обожает мамочку. Если кто-то плохо о ней отзовется, обычно такой тихий, сдержанный и воспитанный, он звереет и кидается на обидчика. «Два тела, одна душа», — говаривала про свои отношения с любимым сыночком Леонардо. Ох, в карет же про них еще и не то болтали. Даже по меркам падких на поцелуи и объятия итальянцев отношения на Арина и Пеппина выглядели слишком уж теплыми. Ходил даже слушок, что младшая девочка Чинчули, норма, не только сестра Джузеппе, но и дочь. Ну, до чего, сплетники не скажут. Генетических экспертиз тогда не было, а вот любовники у Леонардо, похоже, были. Из-за них ли, из-за постоянных ли пересудов, или просто гиря до полу дошла, но где-то в начале сорокового тихо испарился муж Леонардо. Впрочем, она вряд ли это заметила. В воздухе пахнет войной, а среднему сыну Бьяджи пришла повестка в армию. В общем, сеньоры судьи, все, что сделала в этот год Леонардо, она сделала ради спасения ее ненаглядных отпрысков. Ей не впервой. Она и живот себе резала, чтобы ребенок горбатым не родился, и восемь зубов вырвала и принесла в жертву Мадонне, чтобы больную дочь поднять. А кто ее знает, может и правда. Шрамы есть, зубов нет, слепая вера в магию – тоже медицинский факт. А еще в заключении психиатра по пациентке Чинчули есть интересное выражение – слоновость материнства. Врач оценил как безумную ее любовь к детям, она легко отдала бы за них свою жизнь, но… Но отдала почему-то чужие. В доме Леонардо сгинули три женщины. Очень разные, но с похожими судьбами. Все три немолодые, одинокие, несчастные, с надеждой изменить свою жизнь и почти без шансов на это. Эрмелинда Фаустина Сетти, 73 года, малограмотная. По молодости родила вне брака, обожаемый сын недавно умер, и женщина осталась одна. Франческо Клементина Саави, 55 лет, вдова, своих детей не было. Но она очень их любила и пыталась работать с ними. То воспитателем в саду, то учительницей на продленке. Вирджиния Качопа, 53 года. Бывшая певица, можно даже сказать, оперная дива. Объездила мир, пела в ласкалом. Потом большая любовь с молодым скрипачом из Кареджа. Свадьба, отказ от карьеры. Увы, счастье длилось недолго. Всего через два года Вирджиния овдовела. И осталась наедине с глухой провинцией, воспоминаниями о былой славе, бедностью и когда-то шикарными, но вышедшими из моды нарядами. Все трое надеялись на лучшую жизнь, все трое водили дружбу с Леонардой Чинчулли. Фатальная комбинация. Фаустини она наврала, что нашла ей жениха в городе Пула. Клементини, что выхлопотала для нее место директрисы в частной школе в Печенце. Ну а Вирджиния, птица высокого полета, подыскала импресарию из Флоренции, который для начала возьмет ее секретарем, потом на сцену, а там, глядишь, чем черт не шутит, сеньор-то холост. Главное, никому ничего заранее не говорить, а то сама понимаешь, зависть еще сглазит кто. Эх, не учла сваха волонтерка, что у Вирджинии есть заловка по прозвищу полицейский. И если бы не бдительность сестры покойного скрипача, возможно, Леонарде так и сошло бы все с рук. Но Альберта Фанти оказалась не просто любительницей детективов про мисс Марпл, а еще и очень настойчивой и дотошной. Доморощенная сыщица устроила настоящее расследование, опрашивала соседей, следила за домом подозреваемой. И картинка нарисовалась весьма интересная. Ну ладно бы еще сделала прическу и никому ничего не говоря отчалила в неизвестном направлении. Но то, что едва грамотная домохозяйка слала приятельница открытки с отчетом о путешествии, как-то уж очень странно. Клементина перед исчезновением пристроила соседке двух своих котов. И не удержавшись таки шепнула по секрету о планах на жизнь и помощи в них Леонарде. Ну а у Вирджинии вовсе язык за зубами не держался. Звезда растрепала возвращение на сцену всем, кому не лень. И всех этих почтенных дам в последний раз видели входящими в дом Ченчулли, которая теперь распродает вещи пропавших, вплоть до нижнего белья и единственного пальто. Свои подозрения вместе со списком номеров, принадлежащих невестке ценных бумаг, самодеятельный детектив Альберто Фанти отнесла в полицию. Не удалось заставить работать одного следователя, пошла к другому. И хоть и со скрипом, а цепочка начала таки раскручиваться. Выяснилась судьба казначейских обязательств из списка. Их предъявил в банк приходской священник Дон Абелло Фроттинь. Он, конечно же, утверждал, что понятия не имел, чьи это бумаги. И добавил, что получил их от Абеларда Спинабелли, перекупщика, партнера по бизнесу и любовника Леонарда Ченчулли. Спинабелли, конечно, тоже ничего не знал. Но показал, где в церковной нише для пожертвований вместо кирпича вставлен цементный кубик с ювелирными украшениями внутри. Сережки Вирджинии, кольцо Клементины. Однако не тел, ни каких-то следов убийства. Ченчулли от всего отпиралась, вела себя спокойно и нагло. Ступала в перепалки с полицейскими, плевалась, угрожала. Где-где? Съела. Одну сварила, вторую затушила, третью запекла. Могу и тебя сожрать, если захочешь. Потом Леонарда расскажет, что из трупов варила мыло. На крови готовила пирожные. Поделится рецептиком. Яйца, мука, маргарин, шоколад, порошок из выпаренной крови и щепотка перемолотых костей, если хотите, чтобы хрустела. Печеньки, особенно из жирной и сладкой Вирджинии Качопа, удались на славу. Первым делом, конечно, накормила ими детей. Все же затевалась господин судья, как принесение в жертву невинных, но никчемных жизней, дабы отвести беду от ее драгоценного потомства, потому что вы же помните, 17 беременностей, 13 маленьких гробиков. И ведь помогло же. А вот мыло получилось не очень, пришлось соседям раздарить. И печеньками тоже всех угощало, а как же. Ченчули не раз намекала, что жителям Кареджа довелось отведать ее специфических десертов. Может, правда, а может, стращает. Точно известно только, что какие-то части тела она действительно варила у себя на кухне в огромном котле с добавлением каустической соды. Мыло действительно не получилось, и, как говорят эксперты, получиться не могло. Хотя мыловарша – самые любимые журналистами прозвища Леонардо Ченчули. Да и публику страшилка про людоедку привлекает гораздо больше, чем протокол об ограблениях, пусть даже и с убийством. В присвоении имущества потерпевших ведьма не призналась. Клялась и божилась, что движимость и недвижимость распродавала по их же просьбе. А деньги отдала бы им, как только бы они вернулись. Но как откуда вернулись? С того света, разумеется. План-то был оживить их, переродившихся. И если бы злые люди не вмешались и не испортили колдовство, они стояли бы уже перед вами, ваша честь. Молодые, красивые, замужние, они… Они же сами просили убить их. Только чтоб не больно. Ух, воображение у Нардины, конечно, развито. С логикой хуже. Всякие нестыковки вроде той, что если бы жертвы ожили, то жизни ее детей оказались бы невыкупленными. И зачем вообще благородной волшебнице отпираться от такого богоугодного дела, как помощь несчастным женщинам? Фантазерку не волнует. Вряд ли она вообще призналась бы хоть в чем-то, но у следователя на руках оказался самый крупный козырь колоды. И он таки выложил его перед ведьмой. Ее ненаглядный пипина, свет в окошке и вторая половина души обвинен в соучастии. После ареста сына спесь слетает с Леонардой мгновенно. Она объявляет, что раскаялась и берет на себя все. Теперь единственная ее цель убедить судей, что убивала и избавлялась от трупов, она в одиночку, без помощника. Задачка не из простых. Вот вы бы поверили, что женщина ростом в 150 сантиметров и весом 50 килограммов, пока дома никого не было, то есть меньше, чем за 15 минут, а бухом топора размозжила человеку голову, порубила тело на куски, спрятала их и отмыла кухню от крови. А в то, что перед разделкой она одна, без чьей-либо помощи, подвешивала тела на крюк, чтобы дать стечь крови. Потом складывала куски в 50-литровый котел, заливала каустической содой, поднимала котел на плиту и долго кипятила. Что в одиночку затаскивала останки на чердак, выносила их из дома, снимала полный котел с плиты и выливала его содержимое в помойку. А никто из домашних ничего не видел, не чуял и не подозревал. Хотя нет, служанки что-то все же видели. Первая сошла с ума, да второй только задним числом дошло, что за вонючая варева дымилась в котле, когда в доме, несмотря на холод, все окна были нараспашку. А когда девушка захотела снять крышку, чтобы не убегала, хозяйка разоралась, дескать, банки с томатным соусом кипятят, взорвутся. А банок-то никаких и не было, это какой-то жир через верх вытекал. А сын хозяйкин в котел тоже заглядывал, но на него-то не орала, только шепталась около плиты. Нелла, служанка, сменившая свихнувшуюся, боялась Джузеппе даже больше, чем саму Леонарду. Из чего бы? Такой тихий, скромный, вежливый. Нелла расскажет об этом только через 70 лет. Тогда, после исчезновения Реджины Качопа, любопытная девчонка заглянула не только под крышку котла, но и в чемодан Пипина, с которым он каждый день выходит из дома. Открыла, а подкладка вся в крови. Решайте сами, верит ли рассказу уже довольно пожилой женщины, которая и память, возможно, подводит, и которая слышала уже столько вариаций и фантазий на эту тему, что и не разберешь, что она видела на самом деле, а что по телевизору. В показаниях, которые служанка дала сразу, еще в начале 40-х, ни о какой крови в чемодане она не говорила. Других подозрительных подробностей упомянуло много, но на улики они тянут разве что на косвенные. И хотя против Пипина были еще показания, у него на все нашлись объяснения в духе «мама попросила, а я не знал». Одежду пропавших женщин отвозил в переделку, не догадываясь, чья она. Открытки от их имени из других городов отправлял, потому что мама сказала, что дамы не хотят лишних пересудов. Трупной вони с чердака не чувствовал, на чем замешаны вкусные мамины печеньки, не подозревал. На скамье подсудимых Леонардо Чинчу и Лиджиузеппе Пансарди сидели вместе, хотя и вели себя очень по-разному. Сын образец сдержанности, вежливости и уважения к суду. Мать экзальтированная, театральная, громкая. То она признает свой позор, заламывая руки, то, прижимая их к груди, призывает понять сердце несчастной матери. Но на том, что она сделала все одна и ее драгоценный сыночек ни при чем, Леонардо стояла насмерть. Ей не верили и вряд ли бы поверили, если бы не следственный эксперимент, который между делом провел врач, заглянувший в тюрьму, смотреть Чинчу. А та заодно взяла, да и рассказала, показав до наглядности руками носокамернице, как била, как тащила и в каких местах разрубала, уложившись всего в 12 минут. Понаблюдав решительные размахивания руками, медик согласился. Леонардо могла сделать все одна. То, что резать ладонью воздух не то же самое, что ножом плоть, что таскать труп тяжелее, чем живого человека, и что соседка по камере вполне могла и помочь ведьме, которую боялась вся тюрьма, эксперт, похоже, посчитал несущественным. Даже откровенное торжество самой арестантки, радостно кричавшей «Я смогла», не вызвало у доктора сомнений. А была ли подопытная, так уж уверена в исходе эксперимента. Ну а суд? Когда дело, наконец, дошло до суда, в нем уже было заключение психиатра. О том, что Леонардо невменяемо. И не абы какого психиатра, а профессора Саппорита, крупного специалиста, который многие месяцы наблюдал маловаршу в условиях закрытой лечебницы. Филиппо Саппорита, безусловно, авторитет. Госпиталь, где он работает, даже назвали в его честь, но все же позволю себе некоторые сомнения. Диагноз, поставленный именитым доктором маловарши, истерический психоз, а в просторечии – бешенство матки. Истерия в то время очень популярное объяснение для любых проблем женской психики, а Леонардо Чинчули – просто ходячая иллюстрация клинической картины. Мало того, что ведет себя как актриса греческой трагедии, так у нее еще как эта слоновость материнства, и к тому же раз в месяц ее рвет менструальной кровью. Это сейчас такие проявления объясняют запущенным эндометриозом, доказано, что прямого влияния матки на психику не существует, а диагноз истерии признан устаревшим, и для ведьмы наверняка нашелся бы другой. А тогда перед судом встала дилемма. С одной стороны, житейские опыты мнения общественности, что Леонардо – расчетливая и прагматичная преступница, манипуляторша и врет, как дышит. С другой – заключение эксперта. Ах да, к заключению же приложены мемуары самой людоедки аж на 800 страниц, по которым, правда, тоже есть сомнения. Ну, то есть в том, что в мемуарах этих больше фантазий, чем реальности, сомнений нет. Такому количеству приключений позавидовал бы любой бульварный роман. А вот что ведьма писала их собственной рукой, верят не все. Уж очень лихо малограмотная домохозяйка цитирует древних классиков, философов и Библию. Кстати, угадайте, какой предмет ее сынок изучал в университете и преподавал в гимназии? Правильно, литературу. Но Саппорита настаивает, что мемуары мулаварша писала сама. Короче, после долгих раздумий суд решил и нашим, и вашим. Леонардо, чокнутая наполовину, дословно, ментальмента семи-инфермо. Ментально полунестабильна. За свои деяния она должна отсидеть 30 лет в тюрьме. Но только после того, как ее пролечат в психушке не меньше, чем три года. Свой приговор Леонардо Чинчули слушала в нехарактерном для нее молчании. Было похоже, что собственная судьба не очень-то ей интересна. А потом очередь дошла до подельника сына. Когда суд объявил, что за недостатком доказательств Джузеппе Пансарди оправдан, Леонардо просто взвелась от радости. Немного найдется таких, кто, будучи приговорен к фактически пожизненному сроку, прославляет судей и благодарит Господа. Леонардо была так счастлива, что на радостях попросила жителей города простить ее, как она прощает им. Чем вызвала еще один взрыв эмоций в зале. Но полуразумной мамаши недоропота трибун она практически сметает охрану, чтобы обнять спасенного сыночка в последний раз. Ему предстоит переезд, работа учителем, женитьба. Ей жизнь в сумасшедшем доме для уголовников. Там у нее была комната с видом на море. Она вязала крючком, гадала и пекла печеньки, которые другие пациенты считали заколдованными и боялись есть. В письмах и разговорах Леонардо то признавала, что покрыла себя несмываемым позором, то заявляла, что ни в чем не виновата, а однажды даже снялась в документальном фильме в роли самой себя. Играла неубедительно, зато текст оригинальный. На ее месте любая мать поступила бы так же. Удивительно, но в заперти Чинчули провела ровно столько, сколько назначил суд. Три года и еще 30 лет. 15 сентября 1970 года у нее случился инсульт. Говорят, за несколько дней до смерти Леонардо объявила, а карты показали, очень скоро она освободится. Ее тело зарыли в общие ями, на похоронах никого не было. Родственники то ли не приехали, то ли их и не звали. Мемуары маловаши из Кареджи изданы. Они пишут книги, ставят спектакли, слагают песни. Вся ее история превратилась в миф, страшную сказку, которую затем и рассказывают, чтобы напугать, и в которой неважно, где правда, а где вымысел. И лишь одно, ни у кого не вызывает никаких сомнений. Леонардо Чинчули дралась, как бешеная ведьма, за своего любимого сына. Ради его свободы с легкостью рассталась со своей и за его благополучие вполне была готова отдать все, включая жизни других и свою собственную. Однажды в Италии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова